Салютно убитым. Мы его взяли и за 6-7 месяцев сделали здесь 45 тысяч просмотров. Без всякой рекламы, без всяких приколов, просто взяли и раскрутили. Канал Высовский стоит. Это жена Сергея Смирнова, которая тоже очень долгое время до нас создавала свой контент. Ну, как вы видите, 130 просмотров в день. Мы начали делать ролики вместе, и замечательный контент товаров просто полетел. И сейчас уже здесь с 31 января, по сути, полтора месяца прошло, 92 тысячи просмотров. Канал Тамары сгенерировал вчера, 16 марта. Не знаю, когда вы смотрите это видео, информация в нем поверьте актуальна. До этого было 100-200 просмотров. Сейчас 92 тысячи. Просто роликами, просто роликами. Канал Дениса Купаяхи. Мы начали развивать его достаточно давно, где-то около года назад. Мы взяли его где-то на 300 тысяч подписчиков. И сейчас здесь больше миллиона. 1,1 миллион подписчиков. И тоже мы не делали никакой рекламы. Просто на органике, просто на видео у Дениса получилось стать самым популярным товарищем, который снимает влоги, снимает с ним семью, просто снимает свою жизнь и становится, по сути, популярным. Благодаря, в том числе, такой продуманной контентной работы, как снаружи, так и внутри. Вот этот канал, это вообще просто какое-то чудное заглядение Александра и Мария Анечкина. Думаю, какие-то чудеса. Это первый ролик на канале, который мы загрузили. Ребята, это просто обычная семья. Обычная семья с двумя детьми, которая переехала на паре. За 26 дней на пустом канале, 3700 просмотров, и уже пошел поток подписчиков. С первого ролика мы начали собирать просмотры. С первого, сразу. И многие говорят, что вот, там, мне Ютуб не дает шансов, я тут создаю контент, типа, там, 10 лет, у меня нету 100 просмотров, вы делаете его неправильно. 22 тысячи показов, получил ролик абсолютно на пустом канале. Здесь абсолютно чистый график, это чистые рекомендации. Ну, как бы, что, Ютуб не дает шансов? Хорошо. Может быть...